Игорь Иркенев, «Казус Клюева», пьеса. По ходу действия звучат стихи Нины Искренко, Александра Левина и неизвестного автора XII века. На сцене темно, звучит песня «Издалека долго» в исполнении Людмилы Зыкиной. Свет постепенно зажигается, и мы видим зал судебных заседаний. Сейчас я сейчас изнаночку снимаю. Рассматривается апелляция гражданина Котова Константина Александровна. Простите, это предыдущее дело было. Клюева Николая Михайловича, 1901 года рождения, обвиняемого по статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации «Употребление в пищу физического лица без его предварительного на то согласия». Статья в настоящее время уже принята в первом чтении, поэтому суд считает возможным руководствоваться ею при рассмотрении данного дела. Обвиняемый просит изменить его меру пресечения и заключения под стражу на домашнее место. Заседание объявляется открытым. Поскольку доставка обвиняемого в зал суда, учитывая его возраст, связанная с определенными сложностями, он будет принимать участие в заседании по скайпу из СИЗО «Алтуфьевское», где и находится в данный момент. Я вижу, адвокат подсудимый в вопросе слова. Пожалуйста, встаньте, мы слушаем вас. Ваша честь, защита выражает решительный протест. Весь тем, что потерпевшая не была употреблена в пищу, в этом можно легко убедиться, поскольку она в данный момент находится в зале. Потерпевшая, встаньте, пожалуйста. Садитесь. Ваша честь, вы же понимаете, что это ровным счетом ничего не доказывает. Ну как, но позволите? Я не давала вам слова. Подождите, пожалуйста. И более того, реплика моего уважаемого коллеги является ничем иным, как по очередной попытке задеднуть процесс, который и так уже длится более пяти лет. Спало князю ум похоти, и жалость ему знамение заступи. Искусите дону великого. Хощу го речи. Копие преломите. Или копия. Конец поля половецкого. С вами, русицы. Хочу главу приложите свою. А любо испите шеломом дону. О баяне сословию старого времени. А бы ты си оплак, ущекотал, скача славию по мыслену древу, летая умом под облако, свивая славы оба полы сего времени. Рища в тропу трояню, через поля на горы петь и был. Песнь Игореве того внуку. Не буря соколы занесет, через поля широкие гоницы и стады бежать к дону великому. Слушайте, я ничего не понимаю. От вас это не требуется. Так, скажи ей, чтоб не перебивала меня. Так, еще раз рот. А скроешь, полы будешь мыть дарить. Спало князю ум похоти, и жалость ему знамение заступи. Искуси дону великого. Хощу го речи. Копия, преломите, конец поля половецкого. С вами, русицы. Главу свою приложите, а Люба испите шеломом дону. Я писать хочу. Ну, потерпишь, мне маленькая. Раль, набрали хердной ткаву. Извините, продолжайте, пожалуйста. О баяне соловию старого времени Абатисия плак и ущекотал скача. Славию, по мыслю древу, листая умом под облако, Свивая славы оба полы сего времени, Риша в тропу трояню, Через поля на горы. Простите, мне кажется, вы это уже один раз читали. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Охуеть. Возможно, у меня ноутбук завис, сейчас перезагружу. Значит, на чем мы остановились? Минуточку. Спасибо, спасибо. Думаю, пока достаточно. Ну, переходим к опросу потерпевшей. Валентина Михайловна, встаньте, пожалуйста. Я представляю, как вам это тяжело. Но все же попрошу вас еще раз описать всюду происшедшее. Для начала скажите, при каких обстоятельствах вы познакомились? Ну, я предложила перевезти его через дорогу. Было очень скользко. Надо, думаю, дедушке помочь. Перешли мы, значит, на другую сторону. Тут он и говорит, Может, ты меня, милая, и до дома проводишь. А далеко спрашивают? Да нет, метров 200. Самое большое. Ну, короче, дошли кое-как. А подняться? Спрашивают, поможешь? А то у меня четвертый дождь без лифта. Поднялись. Ну, давай, говорит, я тебе, чеком наповел, замерзла негодно. А я и правда, целый день на улице плакаты рекламные на себе таскаю. Один, ногтевой дизайн. Второй, чистка кармы на дому. Чистка кармы на дому. Чистка кармы на дому. Короче, вот выпили мы с ним чаю. И так меня размолило, что тут же на диванчике и затремала. Затремала она. Так я и поверю. И в этот момент обвиняемый совершил в отношении вас акт каннибализма. Я ведь правильно вас поняла? Честно сказать, не помню. Я же говорю, что помню. Настолько крепко, что не почувствовали. Так ведь же целый день на ногах. Вы, думаю, интересно почувствуете. Полагаю, да. Но речь не о вам идет. Итак, можете ли вы на основании того, что временно находились вне бодрствующем состоянии, утверждать, что данный акт в отношении вас не производился? Блядь, это пиздец какой-то. Суд считает ваше замечание неуместным. Вас вообще не для этого сюда посадили. Да я вообще могу домой пойти, если вам не нравится. Найду, знаете, чем заняться. Со счет избивает. Так закончили дискуссию. Обвиняемый Клюев, вы признаете, что проводили эти действия, производили эти действия, пользуясь беспомощным состоянием? Ваша честь. На экране появляется Клюев. Обвиняемый, я прошу вас отвечать на мои вопросы громко и по возможности внятно. То есть вы согласны с заявлением потерпевшей? Ваша честь, я протестую. Совершенно очевидно, что обвиняемый не согласен с заявлением потерпевшей. Разве что, не заявляла по этому поводу? Ну, разумеется, нет. Так с чем же в таком случае обвиняемый не согласен? Ну, вы сами-то хоть понимаете, насколько абсурдно ваше заявление о несогласии обвиняемого с заявлением потерпевшей, которого она, заметьте, не заявляла? Вы как-то следите вообще за ходом собственной мысли или нет? Нет. Ваш протест отклоняется. Понял. Экран гаснет, потом вновь зажигается и на нем появляется ведущий выпуска новостей. Не будет преувеличением сказать, что дело об употреблении в пищу гражданином Клюевой, гражданки Мухиной, вот уже месяц находится в центре внимания зрителей нашего канала. Давайте дадим... Нет, так нехорошо. Давайте предоставим слово простым россиянам. Мы попросили наших корреспондентов в различных регионах спросить об этом своих земляков. Начнем, естественно, со столицы нашей родины, города-героя Москва. Нет, все-таки, наверное, Москвы. На экране появляется корреспондент. Итак, мы находимся около дворца бракосочетаний. И давайте подойдем к этой счастливой паре. Молодые люди, добрый вечер. Ну, во-первых, позвольте вас поздравить, а во-вторых, задать вам следующий вопрос. Ну? А как вы относитесь к такому любвению на трудовой каннибализм? А что, прикольно, я считаю. И ваша подруга того же мнения? А ей вообще все по барабану. Лен, как ты думаешь? Да вытащи ты наушники, блин. Это, человек интересуется, ты могла бы это с каннибалом? Смотреться. Ну, это... Дуракоса. Ну, сейчас посмотреть можно. Счастья вам! Поздравляю вас еще раз и спасибо за ответ на наш вопрос. О, так я же ее знаю. Это же Ленка Брозунова. Мы же в одном классе учились. Надо же, а меня сучка не позвала. Подруга называется. Ты держи, нитки-то, держи. Ну что, Москва свое слово сказала. А что, интересно, по этому поводу думают воронежцы? Простите, пожалуйста, буквально один вопрос. Могли бы вы прокомментировать скандальное дело Клюева, которое рассматривается в данный момент? Дочка, какой Клюев, бля? Зачем, что ли, вообще? Вообще, налоговые, налоговые, прикинь. Семь часов после ночи, может, не бревать. Это на Клюеве, в каком-то. Слове точно, дорогую, бля. Мы вернемся к вам сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Зал заседаний. Если ваша честь не возражает, я хотел бы приложить к делу еще один документ. Позвольте мне его предварительно зачитать. Зачитать. Зачитывайте. Зачит. 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 Так, а вот это не вопрос о призыве. Вы пытаетесь политизировать обычное уголовное дело, что совершенно недопустимо. Я лишаю вас слов. Ваша честь, мне удалось перефроматировать текст. Простите за задержку. Принцип работы парового утюга заключается в выбросе горячего пара. Перед началом отпаривания. В устройство вливается вода. Это может быть дистиллированная вода или обычная водопроводная. Все зависит от модели. Ваша честь, я решительно протестую. Какой это бред? Вот по поводу протестуют, так в Америке говорят, а в России адвокаты так не говорят. А теперь по поводу бреда. Вы считаете бредом тот факт, что в непростой, прямо скажем, экономической ситуации, в которой находится сегодня наша многострадальная Россия, гражданином которой вы все же, надеюсь, себя считаете, или уже нет? И тогда разговор будет совсем другой. Что вы молчите? Я к вам обращаюсь. Так да или нет? Да. А что да? Считаю. А, ну слабо. Спасибо. В таком случае вы должны понимать, вам никто не позволял сесть, что не все наши граждане имеют сегодня возможность приобрести электрический утюг, как мы с вами. Поэтому называть это бредом, ну, недопустимо. Суд отклоняет ваш протест, теперь садитесь. Я охуеваю, дорогая редакция. Я тоже, но это ровно ничего не значит. Я совершенно с вами согласен. Неожиданно горячо. Дорогая Татьяна. Меня, меня зовут Ольга. Тем более, Оля, родная, с того момента, как я впервые увидел тебя, я совершенно потерял голову. Твой образ неотступно преследует меня, особенно по ночам. Твое роскошное тело со всеми его ложбинками и впадинками постоянно перед моими глазами. Бросается в судейскому столу, на ходу стаскивая из себя мундир. Ой, с ума сошли, здесь же люди. Вот эти, что ли? Да ты шутишь. Заваливает судью на стол. Нет, нет, я сейчас уколюсь. Ох, Боже, что я говорю? Да, да, конечно же, да. Только, только свет погаси. Я так не могу. Свет в зале гаснет. В темноте раздаются звуки, характерные для Саити. Ну, ты там долго еще, а то пора заседания начинать. Мужской голос из зала. Ничего, ну подождем, не торопитесь. Женский голос из зала. Ну, значит, не торопитесь. Добрый какой. Мне еще ребенка с трудомки забирать. Да все, все уже, успокойтесь. В зрительном зале и на сцене зажигается свет. Судья и прокурор не спеша одеваются. Помоги мне застегнуть, пожалуйста. Да не здесь. Все. Спасибо. Слушай, а у тебя до меня кто-то был? Сама ты как думаешь? Ну, это я так спросила. Я у всех обычно спрашиваю. И что, отвечают? Да по-разному. В основном говорят был, но я им все равно не верю. А мы что я с вами? С ума сошла. Видишь какая? Из молодых до ранних. Ну, ты что думаешь? Я двужильный. Слушай, ну какая разница? Все равно нельзя так женщине отвечать. Тем более молодой. Слушай, я давно хотела спросить. Черт, петлю потеряла. Дьявол. А ты кем в детстве-то мечтал стать? Гастроэнтерологом. Я почему-то вот так и подумала. Вот так и подумала. Ну что, идем дальше. А то народ уже заскучал, похоже. Да все, все, можешь начинать. Надевает мундир и занимает свое место за столом. Погоди, он тут сзади. Застегни линчик, а то самое неудобное. Вот, спасибо. Итак, продолжается слушание дела Клюева Николая Михайловича 1901 года рождения, обвиняемого по статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, употребление в пищу физического лица без его предварительного на то согласия. Протестую, Ваша честь. Статья 178 была отклонена Верховным судом. Хорошо, тогда по статье 179, это вас устраивает. Вам совсем другое дело. Я не о день, я о статье. Устраивает наш честь. В зале заседания появляется спортивного вида мужчина средних лет. Гражданин, покиньте помещение, не видите, здесь идет заседание. Я хотел извинять честь. В каком качестве? Вы кто? Клюев. Обвиняемый, что ли? Так точно. В таком случае, дайте паспорт секретарю, она проверит данные. Мужчина протягивает секретарю паспорт, та все аккуратно проверяет, затем возвращает его владельцу. Ну, все правильно. Что, и год рождения? И год, и да, тадам. Странно. Что странно-то? У нас у одного мужика в гараже вообще... Да помолчите вы, наконец. Ну, и что встали? Интересно. Давайте проходите быстро и в следующий раз постарайтесь не опаздывать. Постараюсь, конечно, но не гарантирую. Кто его знает, как у меня там со временем сложится. На столе судьи звонит мобильный телефон. Алло. Где-где? В судье. Могу я задать вопрос по тебе? Ой, да какое там. Дай бог к вечеру закончим. Сейчас, погоди. Такими темпами. Правда, что ли? Сколько ты... Сорок два. Ох. Ну, никогда бы не подумала. Надо же, ну, совсем из головы вылетела. Ой, ну, у тебя и память. Ну, не ожидала даже. Че? Давай, конечно. Да не надо никому предложать вдвоем посидеть. Ну, на Арбате можно. Там симпатичное такое место без музыки этой Гуротской. И народу обычно мало. Тем более по плитам. Не-не, ну, ты все равно закажи на всякий случай. Да, я еще перезвоню ближе к делу. Это мой, прости. Ну, ничего страшного. Ваша честь, могу я задать вопрос потерпевшей? Задавайте. А, на предварительном следствии вы утверждали, что к моменту употребления обвиняемым вас в пищу вы были беременны двойной. Вы это подтверждаете? Подтверждаю. То есть, сейчас им было бы уже пять лет. Не напомните, как их звали? Сашуля и мальчик. То есть, девочка и мальчик. Наоборот, мальчик и девочка. Ну, в таком случае, ваше честь. Обвиняемый употребил в пищу не одного, как он признался на следствии, а как минимум трех человек, причем двое из них являлись несовершеннолетними. Смотри, как повернул. Ну, ты, мужик, попал, ты попал. Как же тебя так угораздило-то, а? Извините, конечно, но я на такое не подписывался. Держи. Как ты мог? Избер детей малых. Это же вообще, я не знаю, ни сныда, ни с совестью. Только не надо целых тут устроить. Ты лучше скажи, где они эти дети малые? Бабушки, я на работе целый день. Ой, да когда тебя это волновало? Но сказать-то про них ты, по крайней мере, могла за пять-то лет. Сам мог бы догадаться. Как ты меня? Не маленький. Как, как? Ты мне даже телефон сегодня не оставила. О, молодец, дед, соображаешь. Вот что значит вовремя дурака. Пашечка, и ты оброчистую. Вы сидите уже, задолбали своими протестами. Подолжайте, пожалуйста. Есть такой, поценный, больше стережнего, задачный. Есть такие бомбыри целесообразные. Так же создать тениных актов, прореши с усыжения ваня, место литического, ных, объеди, осмотра и дости, значит, должного, дежного вгон в том, честь, лаяния акции, да и спичевающего итога, гать. Может быть, все-таки геть? Нет, именно гать, Ваша честь. Гать. Гать. Украинизмы могут придать делу ненужную в данном случае политическую... Хорошо, хорошо, оставьте как есть. Оставьте как есть. Гать. В зале заседаний появляется женщина с большой сумкой. Всем доброго пути и хорошего настроения. Вашему вниманию предлагается новое универсальное средство отечественного производства для выведения пятен как растительного, так и животного происхождения. В магазинах цена на него составляет от 300 до 350 рублей. Поскольку наша фирма работает с производителем напрямую, Вам она обойдется всего в 60. Стоит мало, а пятен как не бывало. Берем, пробуем, покупаем. Ты, я вижу, тут главное, с тебя, дорогая, начнем. Ваниш, раньше сядешь, раньше встанешь. Тебя как зовут? Ольга Михайловна. Зачем Михайловна? Просто Оля, смотри. Брызгает на судью из пульверизатора с желтой краской. А, вы что, с ума сошли? Ой, да не бойся ты, Оля-джан. Достает из сумки пакет, открывает и посыпает судью. Затем отряхивает рукой, мантия приобретает первоначальный вид. Ваниш, это разводка для лохов, а наше отечественное средство называется мой дадыр. Мой дадыр это твой дадыр. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вместо нее в зале появляются юноша и девушка, одетые в один длинный балахон. Из правого рукава видна рука юноши, из левого – девушки. Двигаются они, попеременно переставляя то одну, то другую ногу. Ваня, встанешь. Господи, а это кто еще? Музыка. Я Валя, а он Саша. Представляйтесь полностью, как положено. Простите, пожалуйста. Я Валентин Николаевич, а он Александра Николаевна. Так нормально? Ну, скажем, более-менее. А паспорта-то у вас имеются? Вам еще 16 лет исполнилось? Себя, может, и нет. А у меня еще в прошлом году. У бабушки, говоришь? 16 лет? Интересное кино получается. А сама, чем все это время занималась, можно узнать? Личная жизнь потерпевшей не является предметом рассмотрения суда. На экране появляется ведущий. Судебный процесс по обвинению пенсионера Николая Клюева в употреблении в пищу менеджера по наружной рекламе Людмилы Мухиной, длящей всего же 4 года, подходит к концу и, возможно, завершится уже сегодня. Начавшись как один из самых ярких, можно сказать, даже экзотических процессов в новейшей российской истории, он постепенно отошел на периферию общественного интереса. Этот факт подтверждают как телефонные, так и уличные опросы граждан. Корреспондент обращается к паре, который, держась за руки, балансирует на ограждении Крымского моста. Молодые люди, подождите, пожалуйста, скажите вот всего один вопрос. Пара, не разжимая рук, прыгает с моста. Эй, алло! Да что ж все нервные такие? Не переключайтесь, дорогие друзья, мы продолжим после рекламы. Приняя сторон завершились и слово имеет представитель стороны обвинения. Уважаемый суд, моя позиция за минувшее время не изменилась. Я считаю вину подсудимого Клюева, обвиняемого в чикчайшем преступлении, совершенном с особым цинизмом, полностью доказано и прошу для него наказание в виде 15 лет заключения в колонии строгого режима. Слово имеет, присаживайтесь, пожалуйста, слово имеет представитель защиты. Уважаемый суд, позиция защиты также остается неизменной. Учитывая то, что мой клиент полностью раскаялся в совершенном деянии и всего возраста, а также в состоянии здоровья не представляет никакой опасности для общества, я прошу ограничиться условным наказанием. Подсудимый Клюев, вам предоставляется крайнее слово. Я отговорюсь от него, я, пожалуй, домой пройду. А что, спрашивается, приходи тогда? Ну, приходи, живу этот рядом, стоять в лесу только по-соседски. Потом решил, нет, не стоит в ванну, что. Потом, как бы вопрос, взял и решил зайти в сельский. Теперь вот жили. И совершенно, кстати, напрасно. Раньше надо было. Суд, извините, сейчас. Суд удаляется на совещание. Скрывается за дверью ведущий в судейскую комнату. Некоторое время спустя оттуда вновь начинает звучать фонограмма песни издалека долго. В какой-то момент песня прерывается, и слышен звук, спускаемый из унитаза воды. Судья возвращается в зал. Присутствующие поднимаются с места. Прошу встать. А вам никто слова не давал? Суд. Нет, прошу встать. Прошу встать. И слушать решение суда, стоя. Так принято в России. Суд в составе судьи Осачи Ольги Михайловны, представитель обвинения Лятьева Михаила Петровича, представитель защиты Файнберга Ефима Львовича и секретаря Синицыной Марины Олеговны, рассмотрел дело об обвинении гражданина Котова Константина Клюева Николая Михайловича 1901 года рождения, обвиняемого по статьям 178 и 179 Уголовного кодекса Российской Федерации употребления в пищу физического лица без его предварительного на то согласия. Суд признал вину обвиняемого по указанным статьям, однако, принимая во внимание его возраст, состояние здоровья, отсутствие судимости и супер положительные характеристики с последних мест работы, постановил назначить ему наказание в виде всего только 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. На экране появляется мужчина в мундире в СИН. Я, извиняюсь, беспокоюсь из СИЗО, из Золотушевского. Тут у нас такой, значит, казус юридический-то вышел. Там кондиция забарахлила, и клиент, наверное, походу, конца отдал. Вот такая история. Отмучился, бедолай, земля пухнет. Папа! Хо-хо-хо! Холенька! Ах, прости! Свет в зале заседания гаснет, свет в зале заседания зажигается, на столе перед судьей стоит пустой гроб. Продолжаем заседание. Друзья, наступают последние минуты прощания с покойным. Сейчас каждый из вас, каждый, может сказать ему те слова любви и благодарности, которые, возможно, не успели сказать при жизни. Сотрудник в СИН, пожалуйста. Ничего сказать-то. Зарывное пребывание, значит, в нашем учреждении, но представившись, господи, грамм Божий Николай, зарпендовал себя, значит, ответственным, заключенным, дисциплинированным, делился с вновь уступающими товарищами, с вами знаниями, опытом, навыками. Да, неукоснительно соблюдал, значит, внутренний распорядок, да, и требовал это как от консигента, так и, значит, от простых сотрудников. Ну, у меня все. Прощай, дорогой друг. Отходит от гроба. Его место занимает прокурор. Многое, конечно, хочется сказать. Тем не менее, постараюсь быть кратким. Несмотря на то, что мы с Николаем Михайловичем порой придерживались различных точек зрения по ряду вопросов, да что уж греха таить, частенько бывало спорили, наше сотрудничество, я считаю, плодотворным. Прощай, друг. И вдруг верю, что мы еще встретимся. Николай Михайлович, подзащитный мой, дорогой, мы сделали с вами все, что было в наших силах. Что я вам могу пожелать в этот, как не горько это возможно звучит, но уж смертный час, терпение. Терпение и еще раз терпение. А справедливость, она, рано или поздно, она воздоржествует. Вот, помяните мое слово. У меня все. Травмная церемония закончена. Попрошу присутствующих освободить помещение. Показывает приставу и секретарю на гроб. Уберите это. Давайте, быстро, быстро, быстро. Все направляются к выходу. А, стоп, стоп, стоп. К вам это не относится? Да вы что, как не относится? Он же гумер. И что это меняет? Что значит, что? Все? То есть вы, 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 вы всерьез полагаете, что из-за одного человека, тем более, такого? Сумку будет отменять решение? Вам же русским языком было сказано. Всего 12 лет. Наденьте на осужденного наручники. Да вы понимаете, что я столько не выгоршу. Я же с ума сойду. Строгого режима. Вы же знаете, что там творится? Вы же женщина. В конце концов, смоляю, отпустите меня. Да что вы как маленький, ей-богу. Забыли, где живете. Я же сама туда отправлюсь, если вас отпущу. Она, коль, правду говорит. Ну, такие уж у нас порядки, молодости. Ничего не поделаешь. Слышь, Михаил, может, войдешь в его положение-то, а? У тебя же, я знаю, есть. Ну, жалко мужика-то, а? Ой, ну ладно, чего ты с тобой? Уговорила, что никому. Иначе нас с тобой тут завтра не будет. Достает из ящика пистолет и протягивает клюеву второму. Держи. Он с одним патроном. Для себя берегла. Ладно, с Богом, как говорится. Свет гаснет, раздается звук выстрела. Ну, вот и все. Звучит песня издалека долго. Задавес. 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 Продолжение следует...